Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я почему задаю вопрос, секундочку. Потому что когда премьер-министр, глава государства, он не только глава членов, не только премьер-министр членов Ликуд, он премьер-министр всей страны. Он должен вместо того, чтобы как-то разделять общество, он наоборот должен сказать, ребята, я премьер-министр всех. А судя по тому, что мы только что слышали и в материале, и мы слышали в среду, речь, которая не объединяет, а наоборот разделяет. Мне кажется, что премьер-министр должен не объединять и не разделять. Он должен выполнять волю тех избирателей, которые его премьер-министром назначили. Так это происходит в демократическом государстве. Израиль сделал свой выбор два года назад в пользу правой национальной коалиции во главе с Бенеми Натаньяу. Когда в тот же день, о котором мы говорим, когда Ликуд собрался поддержать премьер-министра, в крайне левой израильской газете АРЭЦ предлагается премьер-министру скромное предложение. Смени свой курс, откажись от Иудеи и Самарии, и мы в обмен на это забудем про все расследования. Это и есть попытка антидемократического путча. Кто-то газета, кто хочет ее может покупать, не покупать. Роберт, согласно Роберте, это отражает атмосферу в большой части израильских стран. Сейчас мы еще коснемся более детально. Роберт, вы были депутатом 4 года от партии Кадима, партия, которую возглавлял Эхуд Ольмерт в свое время, и которая в 2006 году как раз одержала победу над партией Ликуд на выборах. Получается, по этой логике, если говорит Ариэль, дайте править, тогда не нужна оппозиция. То есть выиграла правящая партия, оппозиция пускай занимается конструктивной оппозицией, как это принято говорить, и ни в коем случае не пытается свалить законно избранное правительство. Нет, здесь я, Евгений, с вами не совсем согласен. Прежде всего, оппозиция должна выполнять свои функции. То есть нападать на премьер-министра? Значит, нападать. Ну вот требовать все время отставки, например, говорить, что премьер-министр нелегитимен в каких-то решениях. Это обязанности оппозиции. Оппозиция всегда пытается сменить власть, да то она и оппозиция, иначе бы она была бы в коалиции. У средств массовой информации абсолютно своя задача, у коалиции, понятно, своя задача, но здесь больше всего интересно, а где же общественный интерес? То есть тот избиратель, который, в принципе, здесь я с Ариэлем, наверное, согласен, который назначил премьер-министра, и назначает уже не один раз, и здесь, наверное, наш премьер-министр немножко засиделся. Здесь, надо сказать... То есть здесь выбор народа, то как может быть засиделся? Я не думаю, что есть какое-то другое демократическое государство, что премьер-министр сидит там какую-то четвертую? Германия. А, Меркель почти 9 лет, да. Вот она заканчивает третью, и, скорее всего, в сентябре станет четвертый раз. Но мы лидеры. До этого был Деголь во Франции. Есть много таких примеров. Тетчер, например, правило точно так же в Великобритании. Тогда, когда премьер-министр устраивает народ. Может быть, что-то в этом есть. То есть избиратель назначил премьер-министра. С одной стороны, да, можно сказать, что премьер-министру надо дать доработать. Понятно, средства массовой информации должны выполнять свою функцию и искать. Нет вопросов. Оппозиция должна атаковать, коалиция должна поддерживать. Но при всем при этом, я все-таки думаю, что как бы там ни было, как бы я сам лично неплохо не относился бы к премьер-министру настоящему Бибе Натаняву, надо дать премьер-министру доработать. Есть презумпция невиновности. Хорошо, но премьер-министр Натаняву, это вопрос, скорее всего, он же не получил большинство в парламенте. Есть 61 голос. Есть какие-то движения внутри коалиции. И сегодня многие вспоминают, в эти дни вспоминают, что в 2008 году лидер Кадимы, Худольмерт, не дожидаясь подачи против него обвинительного заключения, ушел в отставку. И многие сравнивают сегодняшнюю ситуацию с Сольмертом. Тогда, я просто напомню телезрителям, тогда Бенемин Танягу сказал, что премьер-министр, который находится под полицейскими расследованиями, не может занимать свою должность. Это его слова. Есть, по крайней мере, три отличия той ситуации от нынешней. Во-первых, в той ситуации, я хочу напомнить, Ольмерт ушел не потому, что он вдруг оказался альтруистом, а потому что в собственной же коалиции от него, да и в собственной парке, потребовали покинуть свой пост. Это не ситуация, которую мы имеем сейчас. Цепеливень. Да, цепеливень. Не она одна, но это правда. В нынешней ситуации мы видим ровно обратную картину. Не просто коалиция поддерживает премьер-министра и выражает... Да, секундочку, уже определились министры? Или они ждут все-таки объявления о подаче обвинительного заключения? Нет, во-первых, речь сегодня не идет об обозримом будущем ни о каком обвинительном заключении. Более того, это вот как раз та нелегитимная часть клеветы против премьер-министра, когда нам пытаются раз за разом продать заголовки, будто это уже произошло. Дайте полиции работать, дайте юридическому советнику правительства работать. Кстати, заметьте, их никто в Ликуде не атакует. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы они выполнили свою работу. Пришли, наконец-то, к выводам. И второе различие той ситуации от нынешней. Тогда речь шла в отношении Ольмерта о коррупции. Я прошу напомнить, что было тогда светильское показание свидетеля Талантского, который говорил про конверты с деньгами, которые заносились Ольмерту. О чем сейчас речь идет? О том, что премьер-министр ввел разговоры с издателем крупной и антиправительственной газеты. О том, как именно будет строиться отношение. Раз мы разбираем это... Там тоже не нужно вводить заблуждение, речь идет о подарках нас на большую сумму. Давайте скажем так, что по закону подарки тоже крупные нужно сообщать. В любом случае, даже с точки зрения полиции, не идет об обвинениях во взятках. Не идет о попытке обвинить премьер-министра в коррупции. И раз уж мы говорим про эту ситуацию как то, что нужно расследовать, так давайте, например, расследовать отношения той же газеты «Идиот охронот» с депутатами КНСТА от оппозиции, которые от ее имени подавали законопроект о закрытии газеты «Исраэль-Ом». Понятно, которые также вели переговоры. Я согласен с вами. Сотни миллионов долларов издателей газеты «Идиот охронот». Я полностью согласен. На более того, я даже думаю, что многие в оппозиции как раз согласятся с вами. Но одну секундочку. Здесь интересная ситуация. Смотрите, вот говорит Ариэль про Ольмерта, сравнивая, тогда речь шла о коррупции. Но что интересно, по тем делам, из-за которых Ольмерт ушел в отставку, он в итоге был оправдан. Его осудили совершенно по другим делам, которые уже потом появились. Может быть, правы сегодня в Ликуде, говоря о том, что Нитаняку ни в коем случае нельзя уходить? Пример Ольмерта показывает, он ушел, был оправдан и не смог вернуться в кресло премьера. Я думаю, не то что представители Ликуда правы. Я вам дам еще один пример. Возьмите Авигдора Либермана, который тоже ушел с своего поста и в конечном итоге был оправдан. То есть он оставил свой пост и ушел. Он был министр. Министр не может занимать пост. А вот премьер-министр может продолжать. Вот она, абсурдная ситуация политической системы в Израиле. Министра можно вернуть, а премьер-министра нужно выборы досрочные. Надо дать премьер-министру доработку. У нас нет другого выбора. У нас каждые два с половиной года выборы. Но я бы хотел вернуться к Ариэлю, с вашего позволения. Говорили о том, что в других партиях есть нападки на премьер-министра своего. В Ликуде нет. Давайте вспомним, что Бенемин Атаньяу сказал буквально в понедельник, когда он обвинил некоторых своих министров на... Недостаточная лояльность. Совершенно верно. И он назвал, вы знаете, кто это. Ариэль, откройте нам секрет. Я предполагаю, что в любой партии, помимо объединения рядов вокруг общих целей, есть и борьба за власть. Это в любой демократической партии приемлемо, легитимно. Более того, наверное, даже плох тот министр, который не хотел бы когда-то, в будущем, занять главный пост. Но никто из них не рискует выступить против действующего лидера. Я думаю, что тот факт, что они не рискуют, говорит о том, что они, наверное, правильно оценивают мнение избирателей. Так кого же в данном случае... Не, все знают, министр транспортной разведки карции, строили карции, это не секрет. Я не думаю, что дело в персоналиях. Я думаю, что дело в том, что министры, являясь слугами народа, как бы ни был заезженным этот оборот, понимают прекрасно, чего хотят избиратели. Избиратели, как я уже сказал, сделали свой выбор. Кстати, по вопросам общественного мнения сегодня. Если бы выборы были бы сегодня, завтра, был бы точно такой же политический расклад. Более того, Нитаньяу сам предполагает, что если продолжатся эти обвинения, как он получит еще и больше. О чем это говорит? Это говорит о том, что в результате, в демократическом обществе, нужно прислушаться именно к этому, к выбору народа. Это единственное, что играет роль. Ну, это не отменяет полицейские расследования, которые были, кстати, начаты отнюдь не с подачи прессы. Это нужно тоже говорить. Пресса не стала причиной начала расследования. Это задача прессы. Я только тут добавлю. Совершенно верно. Тот и принимает решение, это юридический советник правительства. Но мы прекрасно знаем, что в тех историях о подозрении в коррупции, где пресса не подхватывает и не раздувает, и не нагнетает волну, это не доходит до общественного обсуждения и не доходит до расследования. Ариль, назовите мне хоть одну историю, которую не подхватывала пресса. Пожалуйста, история с Шимон Пересом, который за государственный счет отпраздновал свое 90-летие. 11 миллионов шекелей государственных денег были потрачены за государственные. Были визиты, которые оплачивались из государственного кармана его гостей. 11 миллионов шекелей. Мы что-то про это слышали? Это были созданы специальные фонды. Да, здесь тоже было так чисто. Серёжка, 90-лет он праздновал уже как экс-президент. Я не могу сейчас говорить по факту, это надо проверять такие вещи. Он праздновал не как экс-президент. Более того, если бы были фонды, это сертическая точка зрения было бы еще более подозрительно, когда кто-то жертвует деньги на такие вещи. И это не единственная история. А история, например, если помните, вокруг бывшего премьер-министра Эуда Барака, который, если бы пресса подхватила вовремя в режиме реального времени, и мы бы узнали о том, что у него есть дутые товарищества, которые в обмен на какие-то преференции получали, финансировали, может, он не стал бы премьер-министром. Таких историй миллион. Женя, я бы хотел относиться немножко к другому. По поводу, надо обратить внимание на то, что как бы Ольмирту тяжело не было, а пресса на него тоже не нападала, он ни разу не атаковал прессу. Ни одного раза. И самое главное, теперь, если подумать уже об избирателе, то есть то, что сказал Ариэль, с одной стороны сидит избиратель и видит всю эту вакханалию, то, что происходит в средствах массовой информации, политические всякие дифферамбы. Нет, сегодня он может выбирать. Сегодня вот там, вот обратите внимание, вот это кадры из мероприятия в Тель-Авиве, и на одной сцене, где мы тоже находились, там был и 20-й канал, который лояльный к премьер-министру, там были и представители газеты «Истралием». Но, секундочку, народ, который пришел туда с плакатами к представителям прессы, он не различал, он не различал, он просто пришел с плакатами и начал атаковать всех, причем словесно атаковал журналистов. Следующий шаг, это может быть физическая атака против журналистов, вот это проблема. Женя, я не говорю о тех, кто был в среду в Ганнае-Таруха, я говорю о простом избирателе, который сидит и думает, каждый раз выбирает что-то другое, он думает очень простую вещь. Когда проводится сектор, смотрит, а кто же, кто же будет следующий премьер-министр? И когда на горизонте его нет, то здесь работает очень простая формула, и здесь Бибия, он гениальный политик. То есть на безрыбье и Бибия щука, условно, то есть то, что остается избирателем. Мне кажется, что тут вдобавок к тому, что вы подчеркиваете какие-то личные качества премьер-министра, стоит отметить не это, а достижение. Тот факт, что Израиль действительно сегодня, как премьер-министр справедливо отметил, находится в ситуации наиболее выгодной, по сравнению со всей нашей историей, с экономической, политической точки зрения, этот факт говорит сам за себя. И очевидно, избиратели оценивают это выбирая. Мы можем об этом говорить часами, но отчет организации стран экономического сотрудничества показывает, что Израиль среди развитых стран на последнем месте по многим экономическим показателям... Никто не может не понимать это, будучи экономистом, он не понимает это, но он говорит, ему не мешает это говорить. Это скорее не заслуга, это скорее способность бешеной харизмы, которая есть у премьера все годы, пока он в карьере, сказать что-то, что не соответствует действительности. Этот он красиво сделал это в Тель-Авиве в среду во время своего выступления. Но по факту можно спорить часами, согласитесь, Ирина. Но избиратель не считает, сколько бутылок там собирала Сара или все остальное. Ему это не интересно. Ему интересна стабильность в государстве. И то, что Бибе удается показывать эту стабильность в государстве, это факт. Иначе бы они снова и снова бы его не избирали. Но народ голосует за Нитанягу, и это тоже факт. Большое спасибо Роберт Ивяев и Фарель Бульштейн за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо вам. Смотрите далее в нашей программе. Король приехал, как в Израиле комментируют визит иорданского монарха в Рамалу. Кто на самом деле одержал победу в последнем конфликте вокруг Храмовой горы. Солдат бригады Кфир Эльо Розария начал отбывать тюремный срок по обвинению в непредумышленном убийстве палестинского террориста. Вывод заключается в том, что мы стали свидетелями абсолютного беззакония, примеров которому в прошлом еще не было. Во сколько Израилю обойдется празднование 70-й годовщины независимости? Споры о том, кто должен оплачивать масштабные мероприятия, начались за год до круглой даты.